Ну и что дальше? Кубинский держит у него высокого комиссара передняя левая рука. И кубинский тяжело от нее уйти. И спрятаться тяжело. И он этой рукой держит дистанцию, если он ее пресекает все атаки. Если кубинский боксер делает движение вперед, на встречу справа, посмотрите. Раз на встречу. Видели? Да. Вот. Да. Очень важный момент сейчас. Очень важный. И вроде идет все по плану. Ну, как я уже говорил, Бантаюр Суарес вчера проиграл. Примерно в таком же ключе, кстати. Да, да, да. Ничего особенного не показал. Ну что, Суарес, попытается вперед пойти, а вы знаете. Попытался, попытался. Но очень четко читает его комиссара. Вот и сейчас. Ну. По-моему, Бантаюр Суарес просто не очень понимает, что делать. Хорошо сейчас. Он, Суарес, Александр Суарес пытается пойти вперед. А, видимо, была команда. Не нарывается. Да, но он правильно сказал. Он не знает, как это сделать. Он пытается, на левой руке сидит и ждет навстречу справа. Вот как сейчас. Нет, ну, вполне заурядный боксер. Да нет, заурядный боксер в национальной команде Кубы не бывает. Ну, скажем, заурядный для Кубинской. Для Кубинской национальной. Не суперзвезда, конечно, там, я не знаю, не Ригонда и так далее. Но боксер сильный, очень сильный, но состоял в сборной. Все-таки вот эта вот растерянность совершенно четкая. Если есть, видна, если комиссаров не атакует, то Бантаюр Суарес даже не очень знает, что делать. Не знает, что делать. Это, знаете, как комиссаров привязал его к себе. Он его четко чувствует. Вот смотрите, и ногами, и рукой. И любое движение Суареса. Он моментально контролирует. Пошел вперед, получил навстречу. Пошел назад, и калей его рукой догоняют. Это очень важно. Вот бокс, это важно. Он его нащупал. Но только не надо... Опять, хорошо. И еще лучше. Два удара справа. И еще один. Вот, ну точно нашел дыру. Приятно. Да, приятно. И в общем-то, и у нас Александр настроение поднимается. Бой сделан, сделан. Подождите, давайте вот... Вот я не люблю, когда... Ну, возможно, конечно, всякие чудеса, но... В принципе, бой сделан. Я имею в виду, что... комиссаров... Кубинцы читает. Чувствует. Чувствует, да. Вы знаете, Камистар, а ведь сборная команда недавно по меркам... Молодой боксер по меркам национальной команды. И я хочу сказать, что все бои проводят достойно здесь. Представляя национальную команду России. А ведь в его... А ведь в его... В его весовой категории мы говорили, Александр Малитин. Да. А где, как ни на ринге, куется мастерство, значит... И как тяжело будет молитвен возвращать место составе. Как вы думаете? Да, непросто. Тем более, вот... Комиссаров может обрести новую совершенно уверенность в себе. Хорошо. Вы знаете, и можете взорваться. Ну, понятно, что была команда кубинскому боксеру пойти вперед наверстать. Но здесь нужна хорошая встречная... Встречный удар справа. Комиссаров это может бить. Да, он много раз бил, только вот... Успеет ли, когда кубинец идет вперед... А это зависит от передней руки. Он должен ногами и передней рукой... Вот где-то вот здесь вот. Вот должен успевать. Раз и два жестко встреть. И я вам хочу сказать, что кубинцы не будут такого желания безболезненно бежать вперед. Для этого нужна встреча. Вот он готов к встрече. Ну и... Вот. Вот. Видели? Ну да, но там и кубинец пробил справа. Хорошо пробил. Опа! Вот это... Вот так и надо. Справа и слева потом еще. Сейчас провел... Кубинец... Пару ударов. Ну, не очень сильно, по-моему. А передняя рука, вы знаете, немножко комиссара подустал. Ну, впрочем, как кубинский боксор, нужно будет... Немножко, немножко передняя рука отстает у кубинца. Вот, видите, передняя рука, когда попадает на встречу, когда бросает, да. Когда бросает, он попадает. И еще. Комиссаров хорошо, хорошо, хорошо. Пускай там... Ну, конечно, когда проигрываешь, устаешь. Ну, а когда кубинцы выиграют, тогда они спокойно, легко, они прижимно не двигаются. А здесь... Здесь уже не до движения, здесь нужно чего-то делать. А извините, комиссаров не дает ничего делать. Молодец. Молодец. Заканчивается раунд. Нужна хорошая встречная... Хороший встречный удар. Чуть-чуть, может быть, в этом раунде отыграл Бантеор Суарес. Ну, не слишком много, и я думаю, эта общая картина уже не изменит. Александр, напряженные поединки. Да. Напряженные поединки. Да. Есть надежда, что разрыв в счете сократится. Да, действительно, Олег Комиссаров очень прилично выглядит вот на этом Кубке Мира. Просто все бои, мы с самого начала, с первого боя до последнего смотрели его. И понравился. Как вам, Александр? Понравился, конечно, очень-очень. И, опять-таки, вот Комиссарову как раз место в сборной далось очень непросто. Трудом. Большой конкуренции. Может быть, там он и закалился так хорошо. Ну, я думаю, что Лебзян сказал Комиссарову, что Суарес все равно пойдет вперед, ему нужно отыгрывать эти очки, он будет постараться сломать. Значит, здесь нужно вот встречный удар справа. Ноги и передняя рука все время встречать на передней руке. Да, ну, собственно говоря, в общем, нетрудно было предположить, какова будет тактика кубинца, потому что она только одна и могла быть. В четвертом раунде. Да, при таком разрыве в очках. Но у кубинца, по-моему, сил атаковать-то нет уже. Да, устали боксеры. Устали оба очень, да. Ну, ничего, ничего. 10 очков разница. Переднюю руку запусти, будешь попадать. Просто от безвыходности бросай ее. Не каждый Комиссаров очень устал. Но великое напряжение, великое напряжение. Комиссаров вышел в такой момент на ринг. Кстати, делает абсолютно все правильно. Да. Абсолютно делает все правильно Комиссаров. А кубинца так не двигаются. Во время боя, когда они выиграют, они понимают это. И Комиссаров двигается, все делает правильно. В углу очень волнуется Александр Лебзяк. Ну, мне кажется... Ай! Ай-яй-яй-яй! Сократилось все. Брось что-нибудь, брось хоть удар один. Время еще есть. Как устал, Комиссаров. Великое напряжение, как устал. Ой, попал! Ну, слава богу! И жестко попал. И жестко попал. Ну, я думаю, теперь есть надежда, что все закончится благополучно. Я внимательно смотрю за секундомером. Осталось у нас 20 секунд, 7 очков. Я думаю, что не достанет кубинец Комиссарова. Ну, 7 раз-то не достанет. Не надо... Так. Все, сейчас закончится. Вот и все. И не достал, и не догнал. Ну, кубинцы, это они пожимают друг другу руки, но Комиссарова тяжело, 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 тяжело в четвертом раунде. Тяжело, но победил. Да, слишком много сил было отдано в начале. И, конечно, огромную роль сыграло то, какой груз ответственность лежал на Комиссарова. Это прежде всего, это прежде всего, Александр. Я думаю, что это его измотало два ли не больше соперников. Счет сравнился. Счет сравнился. Счет сравнился. За счетом 30-25 обижал Олег Комиссарова. 30-25. 4-2 счет. Ну что, очередь Баланова. Да, очередь Андрея Баланова.